Тяжелый песок на Самарской набережной не помешало сголодавшимся по футболу игрокам провести первую тренировку. Из-за пандемии коронавируса спортсмены около трех месяцев занимались дома с наставниками в режиме онлайн. Для того, чтобы набрать оптимальную физическую форму, футболистам потребуется несколько недель. Надо привыкнуть к песку, к мячу, а потом уже вторые две недели у нас будут уже в полном темпе нагрузки. И четвертая неделя, получается, у нас будет тактическая и практическая. И, соответственно, уже подойдем в оптимальном составе и подготовке именно к сезону. В этом году руководство Крыльев-Советов делает ставку на воспитанников самарского футбола. От легионеров пришлось отказаться из-за финансовых трудностей. Сейчас в общей группе тренируются около 20 футболистов. Молодые игроки перенимают опыт у старших товарищей. В новом сезоне от команды ждут серьезных результатов. Крылья должны попасть в суперфинал первенства России. Спортивные цели всегда одни и те же. Ну что, нам выйти по ушам получать, ничего подобного. Будем бороться мы за суперфинал. Также три этапа. Все в наших руках. То есть будут наигрываться. Я думаю, что, конечно, не будем хаворитами. Но бороться мы будем, я вам обещаю. В новом сезоне за волжскую команду будут выступать и опытные игроки. Один из них – капитан Артем Пеняев. Он практически восстановился после травмы, которую получил в прошлом году. Футболист признается. Долгая пауза не пошла на пользу ни одному игроку. Все члены команды ждали возобновления полноценных тренировок с нетерпением. Зимой мы не поддерживаем никак тренировочный процесс пляжный. Из-за этого, конечно же, буря эмоций. Минимум физики – буря эмоций. Из-за пандемии коронавируса чемпионат России пришлось сократить практически вдвое. Клубам придется сыграть весь турнир за два месяца. А это значит, что на плечи футболистов и тренеров ляжет серьезная нагрузка. После окончания первенства страны, которая стартует в начале июля, крылья советов будут готовиться к Лиге чемпионов. Осенью дружина Дмитрия Хохлова отправится в Португалию, чтобы помериться силами с лучшими командами Европы. Анатолий Головко, Константин Головин. События.